И по поводу того, что многие берут российское зерно и здесь его перекрашивают? Перекрашивают как? Это очень хороший вопрос. Я бы сказал, что этим балуются не только экспортеры, этим страдают, можно сказать, экспортеры, этим балуются сами фермеры. Сейчас нам нужно повысить ответственность производителей зерна, чтобы они липовые документы не продавали. За счет того, что они продают липовые документы, и у нас это все серое зерно перекрашивается на казахстанское. Потому что когда при пересечении границы, допустим, какая-то часть, условно, если по документам указывается 22 тонны на КАМАЗе, а по сути она завозит в Казахстан больше 30 тонн, вот эта разница заходит серым путем, и это серым путем зашедшее зерно, оно перекрашивается на казахстанское за счет того, что фермеры продают липовые документы. А на таможне весов нет? А на таможне весов нет. И это никак нельзя урегулировать. И я сейчас в своем выступлении это отметил, что государство легко и просто может взять на контроль данный вопрос. Поставьте весы, и все. Вы будете знать, сколько заезжает в Казахстан зерна из России. И тогда легче будет, да? Да, и тогда это оцифровать надо. Например, Россия оцифровала. В этом году фермеры в России очень многие отказываются продавать за наличные расчеты. То есть у них уже полностью переходное перечисление, и налоговых оборотов стало намного меньше в России. И также у нас, чтобы этих налоговых оборотов не было, надо оцифровать полностью зерновой рынок, и мы будем знать и видеть, сколько мы производим, по сути, и сколько у нас экспортируется, и сколько у нас будет импортироваться, соответственно, из России.